Этот водевиль написан в 1851 году, но смысл его вечен. Эту науку можно изучать пожизненно, как изучают историю древнего Рима. На советские телеэкраны фильм попал в 1975 году. В мире кипит любовь. Прекрасные артисты, а пачетово артистки, блистают умением строить глазки, петь и танцевать. Мужчины красивы, трезвы и хорошо одеты. И даже здание ратуши эстонского города Тарту символизирует безумную Францию. А в это время лошадь главного героя, Миронова, который собирался жениться, нагрызла соломенную шляпку некой замужней дамы в момент ее связи с любовником. В ответ эта дама вместе с любовником совершает страшный, ну, в общем, акт. Они захватывают свадебный ольков Миронова и требуют, чтобы хозяин виновной лошади восстановил утраченное имущество и безмятежный мир любви превращается в мир сущего ужаса. С галимасою какой-то изуверской. С галимасою какой-то изуверской. Она внезапно съедена была.